отношения с Израилем и стратегии в отношении Ирана. Итак, премьер-министр Израиля обсудил с избранным президентом США иранскую угрозу. Этот разговор Нетаньяху назвал очень важным. Дональд Трамп поддерживал позицию Израиля в отношении Ирана во время своего первого президентского срока. И израильские власти рассчитывают, что он свою позицию не изменил. Детальнее об этом Кристина Домбровская. У Израиля и Соединенных Штатов Америки. Единая позиция относительно угрозы, исходящей от Ирана, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Он отметил, что уже трижды общался с Дональдом Трампом после его победы на выборах. Переговоры направлены на дальнейшее укрепление прочного союза между Израилем и США. Мы рассматриваем иранскую угрозу во всех ее составляющих и опасность, исходящую от нее. Мы также видим огромные возможности, открывающиеся пред Израилем в области мира и его расширения, а также в других областях. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху одним из первых мировых лидеров поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Как пишет The Guardian, глава израильского правительства и Дональд Трамп начали активную работу по укреплению двустороннего партнерства США и Израиля. По информации британских журналистов, новая администрация Белого дома усилит поддержку действий Израиля против иранских прокси на Ближнем Востоке. Дональд Трамп прямо заявил в том, что касается Ирана, Нетаньяху вправе делать все, что хочет. Я думаю, что он будет делать то, что хочет, и я думаю, что он должен это делать. Вы знаете, Байден давал ему очень плохие инструкции ничего не делать, а Израиль был в большой опасности. Сейчас они находятся в гораздо меньшей опасности, чем месяц назад. Как сообщили журналисты The Wall Street Journal, Дональд Трамп готовится усилить давление на Иран. Речь идет прежде всего о резком ужесточении санкционной политики. Трамп планирует возобновить максимальное давление на Иран с целью заставить его отказаться от ядерных амбиций и прекратить финансирование групп, которые США считают террористическими. Из публикации издания The Wall Street Journal. По словам экспертов, Дональд Трамп решительно настроен ограничить доступ Ирана к нефтяным доходам. В частности, он намерен вести санкции в отношении иранских портов и компаний, связанных с перевалкой иранской нефти. Этот подход напоминает стратегию, которую Трамп уже применял в свой первый президентский срок. Последний раз Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху встречались в июле 2024 года. Глава израильского правительства выразил оптимизм по поводу прогресса в достижении соглашения о прекращении огня в секторе газа. А Дональд Трампа обещал приложить все усилия для установления мира на Ближнем Востоке. У нас всегда были прекрасные отношения, они никогда не были плохими. Дональд Трамп, избранный президент США, в комментарии агентству Associated Press. 8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Он заявил, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая совместный всеобъемлющий план действий и объявил о восстановлении санкций в отношении Тегерана. По словам Трампа, это решение было лучшим, что он сделал для Израиля во время своего первого президентского срока. Соглашение по ядерной программе Ирана или совместный всеобъемлющий план действий было заключено в 2015 году при администрации Барака Обамы. Помимо Ирана и США, его подписали Великобритания, Франция, Германия, ЕС, Россия и Китай. Кристина Домбровская для телеканала Freedom.